МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа «Республика» в студии Ольги Пыречкина. Смотрите сегодня. Вместо политической арены – спортивная. Глава Чуваши и полпредпрезидента России вышли на лед. Золотые кадры в Чувашии назвали лучших работников концерна тракторной заводы. ЗАГС онлайн или последние новости сферы электронных госуслуг. Социально-экономическое развитие в первом третьем кварталах лучше, чем ожидалось. И хотя до подъема еще далеко, спад приостановлен. Итоги девяти месяцев обсудили сегодня на совещании главы и правительства республики. Прогноз социально-экономического развития на год и на перспективу бывает двух видов – оптимистичный и пессимистичный. В конце марта говорили о том, что первый не избудется, в конце октября – что не оправдывается второй. Так, по промышленному производству у нас индекс составил 94%. Вместе с тем, мы в этом сентябре уже произвели больше, чем за аналогичный период в том году. То есть мы за 9 месяцев работали на 94%, а за сентябрь, в частности, чуть больше 100% сентября того года. То есть перелом момента, в принципе, начинается у нас. Если в течение года мы прогнозировали, по итогам года мы прогнозировали индекс на уровне 96%, то сегодня мы уже с долей уверенности говорим, что индекс будет все-таки больше, он порядка 99-100%. Мировые экономические тенденции в первую очередь проявились на предприятиях-гигантах. Однако ли они постепенно начали выправляться? На четвертый квартал и следующий год заключены договоры о поставках продукции, получены новые заказы. Минэкономразвитие отмечает также оживление в среде малого и среднего предпринимательства, в отличие от начала года, когда бизнесмены один за другим сдавали патенты. В 800 миллионов рублей вырос торговый оборот. Увеличилась и средняя заработная плата по республике – более 18 тысяч рублей. Впрочем, есть предприятия, руководство которых не уделяет этому фактору должного внимания. Надо будет детальный анализ сделать по официальным данным 9 месяцев, соответственно, и в течение ноября месяца проанализировать, приглашая самих работодателей, руководителей. Мы понимаем, с учетом всего этого налагается на нас другая ответственность по выполнению указов президента Российской Федерации по увеличению заработной баты работникам бюджетной сферы, но у нас параметры бюджета не обозначены. Исходя из этого, мы будем выполнять. Исполнение бюджета республики тоже можно назвать эффективным. Основные данные сходом и расходом соблюдаются. К концу года плановые показатели вполне могут быть достигнуты. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика. На одном из предприятий, которое в первую очередь коснулся экономический спад, побывал полпредпрезидента России в ПФО Михаил Бабич. Вместе с главой Чувашии они ознакомились с линиями обрабатывающих центров. Осмотрели главный конвейер, участки сборки кабин, линии порошковой окраски. Завершился визит демонстрации возможностей тракторной техники. Промтрактор – крупнейшее предприятие российского машиностроительного холдинга «Тракторные заводы». Здесь производят бульдозерно-рыхлительную и трубокладочную технику. Однако, как и на большинстве крупных предприятий страны, здесь не обходится без трудностей. За 8 месяцев 2013 года убыток составил почти 700 миллионов рублей. Машиностроительная отрасль очень чувствительна к мировым экономическим тенденциям. Пути выхода из сложившейся ситуации ищут сообща. На заводе не склонны к пессимизму. Процесс идет полным ходом. Идут строительные работы, идут технологические работы, идут производственные работы. Все, которые прописаны в бизнес-плане, они все осуществляются. Я думаю, что первую партию комбайнов мы должны выпустить где-то в начале следующего лета. Самым зрелищным стало завершение визита. В честь высокопоставленных гостей, среди которых был и народный артист России, кинорежиссер Никита Михалков, был организован трактор-шоу. За последнее время программа выступления менялась неоднократно. К приезду полпреда в нее включили новые элементы. А не получается. Вот что может наша техника, вот что могут наши операторы, вот что может наш завод, вот что может наш концерт. Михаил Бабич не удержался, сам испытал возможности новой техники и остался доволен результатом. Ольга Алексеева, Евгений Анисимов, Республика. Какими бы ни были тяжелыми времена, с экономической точки зрения завод не переставал держать марку. И огромная заслуга в этом работников предприятия. Тех, кого в концерне называют золотыми кадрами. События года для коллектива концерна «Премия золотые кадры» проводятся в 11-й раз. В этом году было определено 10 номинаций. Самые перспективные сотрудники получили награды из рук Михаила Игнатьева и Михаила Болотина, президента концерна «Тракторные заводы». То, что станки новые, это все замечательно, но делают, и делали, и будут делать всегда яркие личности. Вот эти яркие личности будут демонстрировать, позиционировать, как нужно правильно трудиться на своем ответственном рабочем месте. Стать золотым кадром года стремится каждый работник предприятия. Это высшая оценка заслуг. Михаил Болотин, в свою очередь, вручил главе республики благодарственное письмо за поддержку общественно значимого проекта «Твои люди – страна». Одной из тем, которые обсуждали с полпредом Михаилом Бабичем, стал перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид. В Чувашии проделана большая работа по внедрению современных информационных технологий. К примеру, органы ЗАГС нашей республики постоянно работают над совершенствованием электронных услуг. Все для удобства вступающих в брак. Последнее новшество для будущих молодоженов – с 2014 года выбрать дату и время регистрации можно на целый год вперед. Раньше сроки ограничивались четырьмя с половиной месяцами. Отправить электронную заявку может каждый, кто имеет личный кабинет. Ввели такую норму в федеральный закон. Если человек, например, у нас уезжает куда-то, не может прийти лично один из вступающих в брак. Раньше нужно было обязательно засвидетельствовать подпись отсутствующего лица у нотариуса. Сейчас же, если это отправлено с личного кабинета жениха или не может присутствовать, его подпись не надо нотариально заверять, поскольку это лицо идентифицируется единым порталом государственных услуг. Чтобы подписать виртуально заполненное заявление, все же придется прийти в ЗАГС, но в удобное время. Через портал госуслуг в течение этого года уже подано 363 заявки. Пять из них на 2014 год. Мы получаем от них вот эту заявочку, мы им даем ответ, мы смотрим, какого числа они к нам подходят. К ним уходит информация, что заявление их поступило, заявление принято, и они могут в соответствующий день, в соответствующее время, которое они указали, подойти к нам. Без очереди мы от них принимаем заявление и уже объявляем их женихом и невестой. Также через портал госуслуг можно зарегистрировать ребенка прямо из роддома. Планируется дальнейшее совершенствование портала. Сейчас рассматривается проект, когда молодые люди, подавшие заявление в электронном виде, будут приходить только на регистрацию брака. Но для этого нужно, чтобы обоих супругов идентифицировали через личный кабинет. В Санкт-Петербурге такая система уже работает. Также есть возможность идентифицировать заявителя при помощи УЭК. И это можно сделать прямо из дома. Татьяна Трофимова, Николай Яковлев, Республика. Вместо строгих костюмов – спортивная форма. Полномочный представитель президента России Михаил Бабич и глава Чуваши поддержали товарищеский матч чебоксарских хоккейных команд. Причем на стадион гости приехали в качестве игроков. Мужские баталии на льду и политика совместимы. И в этом убедился мой коллега Дмитрий Ковалев. В чебоксарском тракторе пополнение. В форму именно этой команды решили надеть почетные гости. На лед вышли сразу три новых игрока. Под номером 77 Михаил Бабич, под номером 9 Михаил Игнатьев. За клюшку взялся и сотрудник аппарата полномочного представителя. В прошлом – профессиональный хоккеист, который когда-то сражался за новый чебоксарский «Сокол». Счет в этой игре был открыт уже спустя пять минут. Хоккеем полномочный представитель президента увлекается уже два года. Этот вид спорта в Поволжье довольно популярен. Не исключено, что и в округе скоро появится аналог лиги для начинающих команд. Я думаю, что это не очень сложно, потому что огромное количество любителей сегодня играет в хоккей. Популярность этого вида спорта растет с легкой руки нашего президента, который заложил моду на хоккей. Вот уже в новейшей истории. И сейчас количество участников, количество желающих и в ночное, и в дневное в любое время играть огромное количество. Не хватает площадок, не хватает льда сегодня. Так что очень отрадно, много детей сегодня играет, ходит на тренировки, профессионально занимается хоккеем. Поэтому отличное будущее у хоккея. Не отставал от напарника по команде и глава региона. Хотя для Михаила Игнатьева выход на лед составе ледовой дружины оказался дебютом. Есть смелость, есть стремление, поэтому будем тренироваться для своего удовольствия просто, я хочу сказать. Тем более хоккей у нас сейчас в республике занимается и по всей Российской Федерации. Исходя из этого, на сегодняшний день клубы есть, а мы со стороны органов власти будем создавать благоприятную среду. Встреча двух ледовых дружин – генеральная репетиция перед очередным сезоном. У проигравших еще появится шанс взять реванш. Ледовая дружина «Трактор» лидировала в счете до протяжения всей игры. Большой вклад в эту победу внесли почетные гости. Противникам они не оставили ни единого шанса на победу. Хотя и команда «Электром» вовсе и не думала подаваться даже таким статусным гостям. Матер Ковалев и Евгений Анисимов. Республика. И море по колено, и горы по плечо. Команда юных туристов из Чуваши одержала уверенную победу на всероссийских соревнованиях. Спортивный фестиваль прошел в Сочи в начале октября. Нашей сборной удалось завоевать 16 золотых медалей. Ребятам не было равных ни на водных, ни на горных дистанциях, а также в ориентировании. О своих сочинских приключениях они рассказали полномочному представителю президента России в ПФО Михаилу Бабичу. Испытания, к которым они готовились на тренировках, в Сочи осложнила погода. Преодолевать дистанции приходилось под сильным ливнем. Он шел каждый день. Из-за дождя организаторы даже отменили соревнования по скалолазанию. Не просто пришлось и команде по спортивному ориентированию. На местности, которую они исследовали, размыло все дороги и тропы. Там была речка Шахе. Она удвоилась в два раза. То есть было тяжело ориентироваться к тому, что все размыло. И ни такого рельефа не читалось. Тропинки не было видно. То есть был бег по Азиму. Это был именно техник, которая уже была наработана. Но сложности только укрепили командный дух, признаются ребята. Им удалось обойти сильнейших конкурентов. Башкирская команда заняла второе место. Далеко позади оказались и хозяева чемпионата. Путевку в Сочи юные туристы получили на окружных соревнованиях, которые проходили в Саратовской области. Тогда наша команда вошла в тройку лидеров. Опыт чувашской сборной власти планируют тиражировать во всех регионах. Буквально с 2014 года эту работу хотим систематизировать. Действительно, и система подготовки в спортивном туризме, и система соревнований, она была однотипна для всех регионов, чтобы она проводилась по единым методикам, по единым правилам. Необходимо сделать все, чтобы сохранить лидерство. Подготовка к окружным играм начнут в ближайшее время. Чтобы выявить лучших, в республике проведут открытые чемпионаты. Некоторые соревнования, они у нас очень массовые, получаются, как, например, соревнования по лыжному туризму. И мы поставили с собой задачу в этом, в этой туриаде, чтобы была обязательно организация муниципальных этапов на одном мероприятии в этом году. И уже два мероприятия мы планируем в следующем году. Походным туризмом сейчас увлекаются многие. Правда, этой системе не хватает квалифицированных инструкторов и полигонов для тренировок. Михаил Бабич отметил, что решить проблемы сразу не удастся. Но условия для занятий туризмом в ближайшее время планируется создать в школах, как это было и раньше. Ольга Пырочкина, Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Далее в эфире разговор по существу с руководителем Чувашстата Эльвирой Максимовой. Зачем статистики изучают наш рацион питания? Что такое микроперепись и как будут считать мигрантов? Узнаете из нашей программы. А я с вами прощаюсь до завтра. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин